Друзья, всем привет! С вами команда проекта InvestFuture. Меня зовут Кира Юхтенко. Сегодня 15 сентября, суббота. Давайте поговорим о перспективе биткоина на новую неделю. Если мы посмотрим на график, то увидим, что за минувшую неделю произошел такой вот осторожный, вялый рост, но все-таки был небольшой рост. Что хорошо, мы понимаем, что отметка в 6 тысяч по-прежнему выступает в роли сильной поддержки и инвесторы не готовы ниже этого уровня уходить. Как только мы снижаемся к этой области, появляется активный покупательный интерес, покупки активизируются. Ну а плохо то, что пока драйверов для роста рынок все еще не находит и продолжает консолидацию в треугольнике, в котором мы находимся, ну, фактически с раннего 2018 года. Из новостных событий на этой неделе я бы выделила два интересных комментария. Первый из них это Майкл Паттерсон, журналист Bloomberg, который отметил, что ралли биткоина и последующий его обвал фактически уже можно считать более мощным, чем кризис доткомов, который вошел плотно в историю, как одно из сильнейших падений индекса NASDAQ. Тогда он потерял 78%, а биткоин уже сдулся на 80%. Вот побили мы такой вот маленький рекорд кризиса доткомов, об этом говорит нам журналист Bloomberg. С другой стороны, с оптимистичным комментарием выступил небезызвестный Майкл Новоград, владелец фонда Galaxy Digital. Он считает, что дно по биткоину уже пройдено. Дело в том, что есть такой индекс Bloomberg Galaxy Digital. И, сори, Bloomberg Galaxy Crypto Index, Digital нет. И, как посчитал Новоград, точку, в которой рынок был до начала ралли к 20 тысячам долларов, да, вот, которую мы зафиксировали в декабре 2017 года, и в этой точке я знаю, что многие из вас купили биткоин. Эту точку которая предшествовала, да, росту, мы уже прошли. Якобы рынок готовится к новому полету ту ту зэмун. Ну, вот такое мнение. Честно говоря, аргументация, по-моему, немного слабовата, но, тем не менее, новоградцы на рынке слушают. Вообще любопытно, конечно, биткоин сейчас зажат в таких неких тисках. С одной стороны, есть некое разочарование, есть спад эйфории, есть, безусловно, сдутие пузыря. С другой стороны, есть ожидание притока институциональных инвесторов на рынок, которые могут существенно изменить картину. Вообще все мировые финансовые системы за счет биткоина и его сотоварищей. И вот мы видим, что надежда есть, да, подкреплений пока нет. И вот так вот мы висим выше 6 тысяч долларов. Ну, спасибо, что хотя бы выше. И, конечно, да, нам нужны какие-то более фундаментальные новости с Wall Street о том, что, да, запускаются какие-то криптопроекты. Есть надежда на то, что биткоин будет более активно внедряться в повседневную жизнь, да, или в бизнес. Но пока таких новостей нет, драйверов для роста тоже не хватает. Опишите в комментариях, как вы думаете, что нужно биткоину для того, чтобы возобновить рост и закончить вот это вот вялое такое колебание в узком диапазоне, которое, ну, в общем-то, не очень интересно ни для трейдеров, ни для долгосрочных инвесторов. Как вы думаете, что может выбить биткоин из зоны комфорта? Какие события должны произойти? Пишите в комментариях. И обязательно ставьте лайк под этим роликом, если вам было полезно. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, если вы еще не с нами. И нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить наши следующие полезные ролики. Кстати, сейчас у нас в разгаре такой подход к глобальному мировому кризису. Об этом сказали уже многие инвесторы. И у нас на канале вышло видео о том, как сохранить и приумножить деньги в кризис. Ссылочку на него я оставлю в конце этого видео. Обязательно посмотрите, если вам интересно. С вами была команда проекта InvestFuture. Меня зовут Кира Юхтенко. До новых встреч и удачной недели! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok